Миллер укладывает версии файлов на FTP-сервер, привлекая к этому IT-администратору, что не всегда удобно, и повреждая многочисленные версии файлов, в которых сами же потом путаются. Если вы работаете в Office Enterprise или Office Ultimate, то у вас уже есть программа Groove, которая позволяет организовать общее рабочее пространство. Делается это очень просто. Вы создаете папку на своем компьютере. У меня она уже создана, в которой вы укладываете документы, с которыми будут работать участники этого пространства. Нажимаете правой клавишей на папку, выбираете синхронизацию папки Groove. Синхронизация у меня уже прошла. Поэтому рабочее пространство созданное. Теперь я могу пригласить любого человека в это пространство и обмениваться с ним документами. Для этого нужно выбрать опцию Invite Salon. Здесь ввести электронный адрес. Здесь ввести любое сообщение. И нажать кнопку «Пригласить». Когда участник группы получит это приглашение, он его примет. Рабочее пространство загрузится у него на компьютер, и он получит доступ ко всем этим файлам. Какое количество участников будет иметь доступ к этому пространству, регулируете вы. Вы – администратор пространства. И все участники смогут работать с документами, независимо от того, они в данный момент подключены к сети или нет. По подключению все файлы в папке автоматически обновляются, а они получают извещение о том, что были сделаны изменения. Причем файлы не переписываются заново, обновляется только та часть, в которой были сделаны изменения. В 2007-м пакете Microsoft Office были сделаны ряд изменений, которые позволяют упростить оформление документов. Таким образом сократить расходы на создание маркетинговых материалов. Одно из улучшений – это графика SmartArt. Это визуальное представление вашей информации и идей. Вы можете выбрать нужные варианты графики из готовых макетов и цветовых схем, чтобы быстро, легко и очень наглядно представить вашу информацию. Для этого достаточно просто создать нужный вам список, нажать кнопку «Конвертировать SmartArt», выбрать подходящий объект и получить готовый результат. Если вас не устраивает схема, либо тип этой диаграммы, вы также легко можете поменять. Такую графику можно создать в документах Word, Excel, PowerPoint, сообщении Allotlook и вставить в любой другой документ пакета Microsoft Office. Графика удобна в тех случаях, когда нужно показать какой-то бизнес-процесс, диаграмму, пирамиду, иерархию кампании, отношения между элементами, матрицу решений. Для быстрых и впечатляющих результатов совсем не нужно быть выдающимся дизайнером. В пакет Office Home and Student Office Enterprise Office Ultimate также входит программа OneNote. Она очень удобна для организации заметок, записей, например, на встрече с партнером, заказчиком, или когда вы собираете информацию по какому-то вопросу. Допустим, открываю окошко этой программы и вижу. Вот у меня была встреча с заказчиком, мы обсудили планы полугодия, портфель заказов, рекламную кампанию в регионах. Я тут же себе поставила задачу сделать это завтра и поставила напоминалку. Благодаря интеграции в OneNote и Allotlook, завтра, когда я запущу Allotlook, мне автоматически упадет напоминание о том, что мне нужно обсудить рекламную кампанию в регионах. В этой программе очень удобно делать таблицы. Вот эту таблицу я сейчас увидел. Допустим, мы обсуждали список таких товаров, да? В холодильнике. Нажимая кнопку Tab, появилась следующая строка. Это следующая колонка. Кнопка Enter появилась следующая строка. Телевизор. Итак, следующая строка. Телефоны. И так дальше. Мне очень нравится, как можно просто здесь ввести даже подсчеты вместо калькулятора. Нажимаю. 56 плюс 7 равно Enter. Раз. Калькуляция готова. Что еще очень удобно? Когда вы работаете над каким-то проектом, собираете информацию, допустим, вы нашли вот на сайте Microsoft Office какую-то информацию про интерактивные помощники. Вы ее выделили, скопировали и вставляете на свою страничку в анноуте. Обратите внимание, автоматически вставляется ссылка на ту страницу, где вы взяли информацию. Структура книги в анноуте организована таким образом, что вы можете свои записи организовать в виде таких блокнотов, в которых есть главы, отдельные главы, отдельные разделы. Такая структура очень понравилась. Тренинговые центры часто используют эту программу для того, чтобы распространять материалы к семинарам, к тренингам. Чтобы не тратить лишние деньги на распечатку толстых талмутов на цветном принтере. Они просто записывают все материалы в одном файле в анноут и отправляют участникам их классов. На этом, в общем-то, мы заканчиваем обзор того, как пакет программы Microsoft Office 2007 поможет вам сэкономить ваши деньги и ваше время. Спасибо за ваше внимание.